Мусульмане часто утверждают, что Иса в Коране тот же Иисус Библии и заявляют, что очень его любят, а также говорят, что если бы не верили в Иисуса, то не могли бы называться мусульманами. Но действительно ли мусульмане любят Иисуса, описанного в Библии? Как известно, исламский Иса является всего лишь пророком и обычным человеком, как все люди. Иисус в этом плане кардинально отличается. Библия говорит, что Он Бог, пришедший во плоти. Об Исе также написано, что Он будет почитаем в этом мире. Но вряд ли тоже можно сказать об Иисусе, так как Писание говорит, что Его преследовали и даже Свои отринули. Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. Коран также говорит, что Иса никоим образом не может быть Сыном Божьим. А Евангелие, напротив, неоднократно свидетельствует об Иисусе как о Сыне Божьем. К слову, мусульмане часто буквально понимают словосочетание Сын Божий. В иудейско-христианской традиции этот термин означает «верующий человек». Верующие люди считаются сынами и дочерями Божьими. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Мухаммед же почему-то принимал это буквально, считая, что иудеи и христиане верят, что Сыны Божьи появились от саития Бога с женщиной. Сам Коран говорит, «Он первосоздатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги?» Как можно опускать Бога до человеческого уровня? Разве Богу нужна супруга, чтобы иметь детей? Разве не в том же Коране говорится, что стоит ему сказать «будь», как это сбывается? Иоанн Креститер также говорил, что Бог может и из камней сотворить детей. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Мухаммед также думал, что иудеи называли своих священников господами наравне с Богом. Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Но его заблуждение было основано на языковом различии. В арабском языке слово «раб» означает «господь», а в иврите «раб-раби» или «рабейну» означает «учитель». Мухаммед явно заблуждался, так как своих священников евреи называли учителями, а не богами. Иса ибн Мирьям также описан в Коране как сын Марьям, которая была дочерью Имрана и сестрой Харуна. Описание больше походит на сестру Моисея, который жил за 13 веков до Христа. Хотя мусульмане любят это отрицать, говоря, мол, Марьям называли сестрой Харуна и дочерью Имрана просто потому, что она была их потомком. Но Имран и Харун, или Амрам и Аарон, были из рода Левия. А Иосиф, муж Марии, происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида. Об этом говорит и сама его родословная в начале Евангелия от Матфея. Мария также происходила из рода Иуды, так как брать жену, согласно закону Моисея, нужно было из того же колена. Евсевий Кисарийский писал об этом так. «Если же такова родословная Иосифа, то и Мария должна была происходить из одного с ним колена, ибо по закону Моисееву не дозволялось вступать в брак лицам разных колен. Предписывалось брать жену из того же города и из того же родства, чтобы наследство не переходило от одного колена к другому». Рождение Иисуса и Исы также заметно отличается. «Когда у Мариям начались родовые схватки, она расположилась под сухой финиковой пальмой. «О, лучше бы я умерла, чем пережить сегодняшний конец», сказала девушка, охваченная стыдом. «И тогда Аллах внушил ей, чтобы она не печалилась, и Мариям успокоилась. Здесь родился Иса, алей-иссалям, и проявились знамения». Иса был рожден под финиковой пальмой. И интересно, что он или Джибриил обратился к Мариям из-под нее. Толкователь Корана Ибн Кассир пишет, что мнения передатчиков хадисов разошлись во мнениях о том, говорил Джибриил с Мариям или Иса. И если к ней обратился именно Джибриил, то интересно, что он делал под ней. Евангелие передает совершенно непохожую историю. В нем говорится, что Иисус был рожден в Вифлееме Иудейском, когда Мария и Иосиф отправились туда на перепись, и был положен в кормушку для скота, так как в гостинице им места не нашлось. «И поспешили тогда пастухи, и увидели младенца, лежащего в яслях, и разнесли добрую весть о рождении Спасителя». В этой истории очевидно нет ни пальм, ни фиников, ни Джибриила под Марией. Также в отношении Мариям создаётся впечатление, будто она родила Ису сразу после того, как забеременела. Мнения исламских учёных по этому поводу расходятся. И Крима считает, что она носила ребёнка 8 месяцев. А Ибнабас, похоже, так и не определился. 8 месяцев она носила, или родила сразу же после того, как забеременела, так как в его высказываниях встречаются обе версии. Евангелие же явно показывает, что Мария ждала времени родов, как и любая другая женщина. А в том, что младенец у неё появился законным путём, Иосифа убедил во сне ангел Господень. Иса же сам убедил родных Мариям почти сразу же после своего рождения. Она показала на него, и они сказали, «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Он сказал, «Воистину, я раб Аллаха». Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он, будучи ещё в люльке, свидетельствовал о том, что он раб Аллаха. Факт того, что Иса ибн Мириам говорил в колыбели, считается первым чудом, которое он сотворил. Иисус же сотворил первое чудо уже во взрослом возрасте, примерно в 30 лет, превратив воду в вино. Вина больше нет у них. Соберите сосуды и наполните их. Наполните их? Водой. Как и написано. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Коран также повествует о том, как Иса оживил птицу из глины, чтобы люди в него поверили. А сейчас мой голод полетит. Приготовься. Подобный рассказ встречается только в недостоверных апокрифах, которые противоречат каноническому писанию. Об Иисусе ничего подобного в Библии не написано. Он ничего не творил, чтобы доказать людям, кем он является. Он оживлял и исцелял людей, потому что любил и жалел их. Когда же фарисеи и саддуки просили у него знамений, он ответил, что никакие знамения им даны не будут, кроме знамения Ионы Пророка. Так Иисус указывал на свою смерть и воскресение, которое все смогут увидеть. Говоря о смерти и воскресении, Коран утверждает, что Иса не был распят, не умирал и, соответственно, не воскрес. Хотя, если заглянуть глубже, то даже Коран оставляет место это оспорить. Так как в другом месте, где говорится о войнах с неверными, Аллах говорит, что убивали не мусульмане, а Он, хотя по факту это делали они. И если воспринимать подобным образом текст об Исе, мол, не люди убили его, а им показалось это, на самом деле Аллаху было угодно его предать смерти. Тогда и распятие становится возможным. Ведь Иисус в Библии также говорит, что мог бы призвать легионы ангелов, чтобы его спасли, но не сделал этого, потому что желал исполнить Писание. Но мусульмане не могут согласиться с таким подходом, так как это противоречит их богословию в общем. Хотя и предположение искажения Евангелия имеет в себе внутренние богословские противоречия, так как Коран говорит, что слово Аллаха никто не может изменить, а Евангелие и Тора изначально считались руководством от Бога людям. Но мусульмане вынуждены заявлять об искажении Библии, так как она является полным противоречием Корану. Признать Библию истиной, значит отвергнуть Коран. Хотя и не признать ее истиной, значит не верить словам Корана в том, что слово Аллаха никто не может исказить. А если одно Писание искажено, то нет гарантии, что другое тоже не исказят. Говоря же о смерти и воскресении Иисуса Мессии в Библии, Он однозначно умирал, был распят и воскрес. Смерть Иисуса подтверждает не только Писание, но и история. Смерть и воскресение Христа играет центральную роль в христианстве, так как если бы Христос не воскрес, то и христианства не существовало бы. Умерев на кресте, Иисус заплатил за возможность Бога миловать кающегося грешника. Иначе, будучи справедливым судьей, Он должен был бы карать людей за каждый, даже мелкий, грех. Само имя Иисус означает спаситель, что говорит само за себя. На арабском оно звучит как Есуа, на еврите Ешуа. Имя же Иса является аналогом еврейского Ешу. Это можно легко проследить, сравнив некоторые арабские еврейские слова. Вот несколько примеров. Ишмаэль – Исмаил, Шалом – Салям, Шлома – Сулейман, Машиах – Масих, Шаббат – Саббат и так далее. Как мы видим, еврейская Ша эквивалентна арабскому Эс. Но имя Ешу, или в арабской версии Иса, является оскорбительным для христиан, так как несет в себе трехбуквенную аббревиатуру, своего рода проклятие, Имах Шмо Узихру, что переводится как «да сотрется имя его и память о нем». Поэтому Иса и Иисус – совершенно разные имена, и их значение в корне отличается. Об Исе также сказано, что он совершал намаз и раздавал закят, чего Иисус никогда не делал. Коранический Иса также возвещает о приходе Мухаммеда, который придет после него. В Евангелии же ясно говорится, что время пророков было до Иоанна Крестителя. Больше никаких пророков не будет. Будут приходить только лжепророки. Появится много лжепророков, которые многих обманут. Также известно, что и христиане, и мусульмане ожидают второго пришествия Мессии. Но вопрос в том, какова его миссия. Библия говорит, что Иисус придет на облаках небесных с силой и великой славой, и его увидят все народы. Исламский же Иса опустится с помощью двух ангелов под лиминаретом в восточной части Дамаска. Он придет в минарет возле Дамаска. И он будет держать крылья двух ангелов, которые как бы принесут его для встречи в Дамаске с собранной армией магни, которая будет готова напасть на Иерусалим. Когда Иисус Христос придет, говорится, что и мы, христиане, будем явлены вместе с Ним в славе. Ислам же твердит, что Иса, наоборот, обвинит христиан в том, что они верили в ложное учение о Нем, и обратит их в Ислам. Он поведет всех христиан к пониманию, что они заблуждались в отношении Иисуса Библии. И им нужно отвергнуть Иисуса Библии и принять Иисуса Ислама. В таком случае христиане будут скорее опозорены, чем прославлены. Иисус Христос будет судить мир на престоле Своей славы, и мертвые воскреснут, когда услышат Его голос. Творя суд, Он впустит в Своё царство тех, которым скажет, «То, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, то есть христианам, вы сделали мне». С Исой дело обстоит иначе. Написано, что Он тоже будет судить людей, но суд Его будет основан на исламских законах. И затем этот Иисус утвердит всемирный закон шариата. Все люди, по сути, будут вынуждены принять ислам, и другой альтернативы не будет. Он придет, вернется, как радикальный мусульманин. Он также сломает крест, убьет свиней, отменит джизию, так как единственной религией будет ислам, и убьет антихриста. «Этот Иисус будет идти повсюду, разрушая кресты, убивая свиней». Иисус же будет царствовать, пока Бог не повергнет всех врагов к ногам Его. И Он, уничтожив всякую власть и силу, передаст царство Отцу. Сравнив Иисуса Мессию и Иису Ибн Мерием, мы видим, что это совершенно разные личности, с разными характеристиками и с совершенно различной миссией. Многие христиане, когда узнают, что мусульмане тоже верят, что Иисус вернется в последние времена, радуются, говоря о сходстве. Но чего они недопонимают, это то, что Ислам учит, что когда Иисус вернется, Он вернется не как Иисус Библии, но как пророк Ислама. Иисус не Бог, Он не умер, Он не воскрес, Он не принес искупления, не принес спасения ни для кого. Он человек, Он пророк, как многие другие люди-пророки. Так они рассматривают Иисуса. Он вернется сказать христианам всего мира, что все время они были неправы, что их Библия поврежденная, и что Он никогда не называл Себя Сыном Божиим, что Он никогда не умирал на Христе, что вся христианская религия лживая, и что Ислам это истинная религия. Он повелит христианам стать мусульманами, иначе у них не будет выбора, кроме как смертной казни. Это иной Иисус. В Галатам первая глава Павел говорит, что если кто-либо будет проповедовать иное Евангелие, и будь он проклят, анафема. Сперва они могут показаться схожими, но разобравшись в деталях, мы понимаем, что их ни в коем случае отождествлять нельзя. Для христианина верить в Ису то же самое, что верить в истинность Ислама. Равно как и для мусульманина сказать «Я люблю Иисуса» значит поверить в Его божественную сущность. Редактор субтитров А.Семкин